В промышленном комплексе Брестской области предприятия, подчиненные местным органам власти, занимают существенную часть. На данный момент в регионе работает более 90 подобных организаций, на которых трудится около 34 тысяч человек. Масштабность данной сферы, а также постоянный ее прирост, отличают нашу область от остальных. Но количество не означает качество. Большинство предприятий местного подчинения работают в условиях острого дефицита оборотных средств, кадров и потери рынков сбыта. А положительная динамика в целом по данной отрасли достигнута во многом благодаря работе организаций мясомолочной отрасли. Эта имеющая статистика не позволяет оценить индексы роста физических объемов в разрезе подчиненности. Успешные в целом результаты работы местной промышленности подтверждаются опережающей динамикой по сравнению с Увыканским. Вместе с тем, такая динамика роста производства обеспечена в основном за счет концерна «Брест» на «Самопром», предприятия которого увеличили рост производства на 23% в действующих ценах, и которые создают более 3,25 объем местной промышленности. Аналогичный результат и по внешнеэкономическим показателям. Обеспечен рост экспорта товаров почти на 5%. Цент давнейшей торговли товар неположительный и составил более 150 миллиардов долларов. Эффективность предприятия зависит во многом от грамотной и слаженной работы руководства и коллектива. Именно руководитель задает тон всего рабочего процесса, а потому должен лично отвечать за его результат. Но на деле часто получается так, что люди, назначенные на предприятие подведомственного подчинения, не только не стараются создавать что-то новое и модернизировать процесс, но даже не вникают в суть рабочего процесса. При этом такая беспечность лично им практически ничем не грозит. Зарплата и премия не зависят от эффективности производства. В трудовых контрактах часто нет пунктов, которые действительно заставляли бы работать того человека, от которого зависит весь процесс. Еще одна из проблем – раздутый административный аппарат. Так и получается, что людей, которые управляют, много, а управления нет. Вы сами говорили о том, насколько они управляются этим. Если у нас оплата труда во многих предприятиях, руководителей и того же представителя гор-райсполкома, типа линии государства, не ввязана с эффективностью работы этого предприятия. Тогда как они интересуются, как они управляются этим предприятием? Она не ввязана. Ну а почему? Как же можно так работать? И как он управляет этим процессом? Постучав кулаком, да, это тоже эффект. Но надо, чтобы оно и чувствовалось после этого вот разбора, что если он показатель эффективности не выполняет, объемный плюс эффективный, значит и он теряет в премиальном зарплате и так далее. Доступность и качество медицинской помощи – еще одна из тем прошедшего заседания. В области отмечается рост удельного веса расходов на данную сферу. В 2014 году в консолидированном бюджете они составили более 22%. И за последние годы на Брещене действительно сделано немало. Реконструированы помещения и закуплено новое оборудование. В настоящее время больницы и поликлиники области на 96% укомплектованы персоналом. А после летнего отпуска к работе приступят еще около 380 молодых специалистов. В рамках реализации государственных программ в области осуществляется переоснащение организации здравоохранения со временем медицинским оборудованием. В Ивациевский район поставленный за счет республиканского бюджета, лапроскопическая стойка, эндоскопическое оборудование, рабочее место у врача – все это оборудование позволило совершенно на иной уровень, подним уровень диагностики и ряда патологии. В Лунинецком районе в 2013 году за счет средств местного бюджета для проведения ранней диагностики туперкулеза и заболевания мороженой железы приобретен уникальный перебежной диагностический комплекс стоимостью более 3,6 млн рублей. Но есть в области еще и такие организации здравоохранения, которые требуют как финансовых вливаний, так и кадровой поддержки. Сегодня на прием ко многим специалистам существуют листы ожидания, а количество коек в больницах превышает потребность. С 2012 года сокращено 515 коек, в том числе за январь-май текущего года – 214. Еще предстоит оптимизировать около 480. И этот вопрос – один из самых актуальных. Серьезные затраты на содержание неиспользуемых мест могут быть эффективно использованы в усовершенствовании амбулаторно-поликлинической сферы. Может быть, не по общему снижению коек, но там, где мы видим, что есть специфические заболевания, и где там нет занятости, то, может быть, где-то их сделать решением увеличить где-то в другом месте, где из-за парка. Если нет, то внести предложение в общее снижение и кое-как место. Кто мешает нам?